Привет! Меня зовут Карина, и вы попали на канал Творчество. Сегодня мы с вами поговорим об акварели, потому что я очень люблю акварель. Как вы, может, заметили, на моем канале больше всего присутствует работ, выполненная как раз таки акварелью. Поэтому сегодня я хотела вам показать, как я рисую акварелью портрет. И это, наверное, мое самое любимое дело рисовать именно акварельный портрет. Раньше я терпеть это не могла, правда. Вот я рассказываю вам честно, раньше я не очень любила акварель, я ей вообще толком не рисовала. Я рисовала всегда гуашью либо маслом. Но, наверное, года три назад я полюбила акварель так, что сейчас просто оторваться не могу. Поэтому желаю всем также полюбить акварель, чтобы вы прям жили этой акварелью, прям дышали. Да и не только акварелью, вы можете дышать маслом, вы можете дышать вообще рисунком. Самое главное, чтобы вы находились в творчестве. А вот свои работы я всегда храню в папке, как вы, может, знали, а может и нет. Потому что у меня обычно склейки, с которых я потом снимаю бумагу и, конечно, куда положить? Конечно же, в папку, чтобы это все красиво выглядело. Вот. Но есть еще такой момент, как скетчбук. Но с этим у меня проблемка, потому что скетчбук у меня плавно превращается в планер. Не в скетчбук, а в какое-то другое место, которое я просто записываю свои дела, встречи и так далее. Ну, еще с какими-то рисуночками. Поэтому я вам не могу его показать, скетчбук. Хотя в будущем я планирую что-то такое сделать, показать то, какой он есть на самом деле у меня. И я всегда восхищаюсь людьми, которые делают скетчбук такой красивый, с прекрасными иллюстрациями и так далее. Потому что у меня бывает все по настроению. Один день у меня все нравится. Я рисую прям в восхищении своего творчества. А на второй день нарисовала скетчбуки и поняла, что зачем я вообще взяла этот скетчбук и просто потратила один лист. И вырвать-то нельзя, а работа не нравится. Вот поэтому я не очень люблю рисовать скетчбуков постоянно, потому что я знаю, что есть удачные и неудачные работы. А, например, если это отдельная бумага, то можно ее просто выбросить в работу и все нормально будет. Вот. Поэтому я вам буду показывать свои работы у меня в таких папках. Но надеюсь, все-таки я как-то себя переосилю и буду рисовать в скетчбуках. Тут множество работ, как графических, так и акварельных. А сегодня я покажу, что мы будем с вами рисовать. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. И ставь лайк этому видео. Обязательно подпишитесь на мой канал. Буду очень-очень благодарна, что вы будете вместе со мной и будете вместе с моим творчеством. А я с вашим. Вот. Сегодня будем рисовать такой акварельный портрет. Я пробовала новую бумагу. Новую акварель. Акварель Синелье. Очень хороший акварель. Рисовала такую потрясную девушку. Кто угадал, тот ставит лайк и плюсик, что я угадал. Вот такую прекрасную девушку. Акварелью на тонированной бумаге. 300 граммовой. В общем, все, что нужно для акварелиста, это в первую очередь сделать растяжку, цветовой круг. И учиться с техниками. Также экспериментируйте, не бойтесь. Потому что акварель – это невероятная, неисчерпаемая техника, материал, который вы сможете использовать постоянно. И она не требует определенной подготовки. Она требует лишь хорошую бумагу и ваше время. И сегодня будет долгожданный обзор на краски Синельер. Я очень давно хотела эти краски, этой фирмы. И на свой день рождения от моей подруги я получила такой подарок этих красок. И чему я очень-очень рада. Давайте немножечко я вас введу в курс, что это за краски. Это краски французской компании, основанная Кюсталом Синелье в 1887 году. На протяжении всего времени существования данной компании покровительствовали известные художники, такие как Мане, Пикассо, Мадильяне, Кандинский, Шагал и Дали. Поэтому эти краски уже проверены опытом и временем. Они очень светостойкие. То есть за них можно не переживать. Коробочка сама небольшая, приятная на ощупь. Такого молочного оттенка и немножечко такая шершавая. Что меня очень радует, она не глянцевая, а матовая. Когда мы открываем эту коробочку, то здесь присутствует 12 оттенков. И такая небольшая кисточка, которая вмещается буквально в полладошки. Это специально краски для этюдов, для пленеров. Очень удобно положить такую маленькую акварель себе в сумочку. В данной палитре представлено 12 цветов. Это белило-титановый, желтый, китайский-оранжевый, краплак-розовый, краплак-красный, кобальт-синий, голубая, темно-зеленая, светло-зеленая, ухро-желтая, убра и серая пейна. Название цветов я оставлю под видео, поэтому сможете посмотреть, какие цвета представлены именно в этой палитре. Также еще такой шел буклетик. Здесь представлено развитие этого бренда. Такой небольшой. Пастели, наборы какие есть. То есть представлены все материалы, которые они предоставляют у нас на рынке. Окраски выполнены на медовой основе. Мед в данном случае является консервантом и, кроме того, позволяет краскам ложиться равномерно и гладко, добавляет блеска. Связывающее вещество это гомеорабик, высокого качества. Бумагу буду использовать склейку 300-граммовую и тиснение средний торшон. Субтитры создавал DimaTorzok Так, и давайте внимательно посмотрим на эту кисть. Это кисть синтетическая, с острым кончиком, что очень радует. В этом видео я тоже ее протестирую, чтобы понять, как она ведет себя с акварелью. Вот так. Что еще? Так, и прежде чем начинать портрет, все-таки избавьтесь от лишних линий, чтобы акварельная краска, она прозрачная, поэтому желательно избавиться от всех линий лишних, чтобы ваш ресночек был чистенький. Ну, примерно так. Все, начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok